Здарова подписюнчики, пишите в комментариях, как ваше ничего. Сегодня я дам вам советы по подбору комплектующих для ваших новых компьютеров в среднем ценовом сегменте. Ибо самый дешман это либо БУ покупать, либо Xeon с Алиэкспресса заказывать. Как вообще мне пришла идея в голову сделать такое видео? Да все просто, все благодаря вам. Вы пишите свои вопросы в дискорде и приходят идеи для видео. Кстати, насчет идей. Походу назревает креативный кризис, ибо поливать говном АМД я уже устал. А что-то новое жопорвущее придумывается тяжело. Поэтому кто еще не присоединился к дискорду, заходите, всех жду. Итак, начнем, пожалуй, с процессора ИБ. Это основа, от которой стоит плясать. Про циферки в названии не знать, это надо быть максимально тупым, поэтому поговорим про индексы. Индекс это буква после цифер K, F или X. У Intel индекс K, значит процессор имеет большую частоту ядер завода и потенциал в ручном разгоне. У AMD это индекс X. Индекс F у обеих компаний означает отсутствие встроенной графики. Есть процессоры без индексов, это процессоры имеют меньшую частоту ядер, наличие встроенной графики и отсутствие разгонного потенциала. Вообще разгон есть, но он явно не для каждого, ибо делается не самым удобным способом. Далее перейдем к материнским платам, где уже будет объяснение на пальцах, что к чему. Материнские платы имеют чипсеты, в основном их по два на каждую компанию. У Intel это B и Z чипсеты, у AMD это B и X чипсеты. Есть еще H у Intel и A у AMD. Это самые бедные по начинке материнские платы, их очень мало. Так вот B чипсеты для процессоров, которые не поддерживают разгон. Z и X чипсеты для процессоров с индексами K и X, которые поддерживают разгон. Эти материнские платы обычно в полтора-два раза дороже, чем на B чипсете. Главное отличие материнских плат B и Z чипсетов в количестве фаз питания. Теперь давайте объяснение на пальцах. Не стоит брать i5-13600K и материнскую плату на B760 чипсете. Вы переплатите за процессор, при этом получите ограниченные возможности по разгону и не сможете реализовать ту производительность, за которую заплатили. Лучше взять i5-13400F, 14400F или i5-13500. Таким образом вы сэкономите и, например, сможете взять видеокарту получше. В производительности вы мало потеряете, но экономия будет в двукратном размере в сравнении со связкой i5-13600K плюс Z790 чипсет. Теперь поговорим про оперативную память. Вот уже два года как вышла DDR5, но не стоит за ней гнаться в бюджетных сборках. Во-первых, бюджетная материнская плата вряд ли будет поддерживать высокие частоты. А во-вторых, чтобы почувствовать прирост производительности, то придется брать память с частотой от 6000 МГц. Но комплект двух планок оперативки DDR5 с частотой хотя бы 6400 МГц будет стоить в среднем в два раза дороже комплекта DDR4 на 3600 МГц. В сухом остатке, взяв материнскую плату на DDR4 и память DDR4 на 3600 МГц или больше, вы получите ту же производительность, а экономия с учетом бетч-сета и процессора без разгона будет колоссальной. Теперь поговорим о видеокартах. Для среднебюджетных сборок ПК под Full HD мониторы стоит остановиться на видеокартах RTX 3060, 3060 Ti или 4060 Ti. Кто бы что не высирал, 8 ГБ памяти вам хватит за глаза. А если вы считаете, что вам мало и вы хотите собрать ПК на ближайшие лет 5, то есть версия RTX 3060 на 12 ГБ или 4060 Ti на 16 ГБ памяти. Теперь поговорим про охлаждение. Помимо парочки вертушек корпус, для процессора i5 вам с головой хватит башни. Не стоит слушать бред от разного рода экспертов и брать водяное охлаждение на 2-3 секции. Тепловыделение i5-14400F или 13500, 150-160 Вт в пике, а это значит, что хорошего воздушного охлаждения на 4-6 теплотрубок будет достаточно. Вам даже не нужны топовые Be Quiet Dark Rock Pro 4 или Noctua D15. Ну и по корпусам и блокам питания у меня есть два полноценных видео на канале и было бы глупо дублировать информацию в этом видео, а не просить посмотреть полные видосы. Поэтому просьба глянуть полное видео. Сейчас разве что вкратце скажу, что корпус берите на вкус и цвет, главное чтобы он был продуваемый, а блок питания по среднебюджетную сборку подойдет на 650 Вт. Главное берите качественный блок питания, чтобы был сертификат хотя бы 80 плюс голд. Собственно все, если подвести некий итог, то идеальным выбором будет ПК в бюджете 1000 долларов, процессор i5-13400F, 14400F или 13500 с материнской платой на B660-760 чипсете, оперативной памятью DDR4 на 3600 МГц или выше. По объему памяти смотрите сами, на сегодняшний день вполне хватает 16 гигабайт, главное две планки, чтобы активировался двухканальный режим. Видеокарту рекомендую RTX 4060 Ti на 16 гигабайт видеопамяти, чтобы на лет 5 о ней забыть и играть в Full HD разрешении. Ну и блок питания на 650 Вт с сертификатом 80 плюс голд. В общем и целом на этом все, не забывайте заходить в дискорд, чтобы пообщаться и задать вопросы, а также накинуть идей для новых видео. А еще подписывайтесь, ибо я хочу 1000 подписюнчиков и уйти в запой. Ставьте лайки, пишите комменты, всем спасибо за просмотр, всем пока!